Много на бане-фесте разных бань. Дорогих, недорогих, шикарных, роскошных. Но я хочу сегодня вам показать ту парилку, которая понравилась больше всех лично мне. И рассказывать про нее буду не я, а сам Сергей, первый чемпион. Коломенский. Держите микрофон. Прямо так? Да, я буду снимать, а вы рассказывать. Веники будут нужны? Пригодятся. Хорошо. Если ты будешь плохо снимать, мы тебя им отшлёпаем. Главное, меня не слышно, слышно только тебя. А, ну и хорошо. А то уже этот жаропорком уже всем надоел, хоть послушайте меня. Шикарная дель. Да? Я бы даже сделал поменьше. Но наоборот лайк. Потому что такие люди заходят. Не слабые, чтобы не нагибаться, не перегибаться. Ты меня снимаешь? Баня боевая. Листья валяются. Два дня нон-стопом. Сегодня будет третий день. Печка. Как вы видите, это сердце бани. Здесь у нее два сердца. Потому что она двухкометная. Ну, скажем так, двухкаменька. Верхняя закрытая каменька, нижняя закрытая каменька. Она увеличена объемом, здесь поменьше. Собственно говоря, очень шикарный вариант. Вчера, под вчера люди заходили. И, собственно говоря, те убеждения, когда видели баню с печью, которая в сетке, открытые камни, это суховая ложка. Но они убеждались обратно. Очень шикарные резиночки. Не жарит, не парит. Только здоровье дарит. Красоту. Посмотрите, вот у нас свет. Твое мнение. Доказательства. Я не первый год работаю с этой печью. И в этой бане. В этом году она стилизована еще можжевельником, а сделана. Поэтому вообще, ароматы просто. Пар шикарный. Ну и надеюсь, нашим гостям все понравилось. Отделка баня очень немаловажна. Стальцы для внутренней атмосферы и кондитерности. Здесь используем липа, ольха, можжевельник, светильники, карагач, спила. Ну и полочек отравы, которые означают, там, отдали аромат. Это слишком, ну, честно, для меня было слишком ярко. Сейчас они так дополняют, скажем так, мягенько отдают. Кофе будет? И спасибо, Андрюх. Мы всегда за внезапные... Внезапные... В нашей ситуации было лучшее, что можно было предложить. Поэтому обычно предлагают коньяк. Сегодня кофе мы очень рады. Эту атмосферу атмосферу способствует. Людям, это не наши слова, а просто передаем. Очень нравилось здесь аромат, который стоит в бане. Но лично мне, можжевельник, это, по-моему, топ. Но, скажем так, когда ты ходишь в баню, где намешано всего-всего очень-очень много, и это слишком ярко, представляете, если вы будете находиться, это очень много времени проводить в бане. Во-первых, вы уже не будете понимать, что какие-то запахи, а вот именно легкий аромат, вот именно легкий такой, чуть уловимый, вот он придает те нотки бане, которые запоминаются очень надолго. И он не перепутаешь ни с кем. Чуть-чуть добавило, конечно, еще атмосферу стенной матрасы и подушки, ихтовые. Но вот как-то так тоже очень хорошо. Ну и без девайсов Апахала, Вера, конечно, было бы не все как-то так дополнено. Это оконично писалось и прекрасно. Вчера на коллективном отрабатывали вообще вот эти девайсы, реально работали. Ну и отделка, пролетала Москва, внутренняя, это шикарно. В ходе ничего лишнего, баня не загружена. То есть, если вы желаете еще что-то, то ради бога. Листья в комплект не входят, а так баня продается по нас. Обращайтесь в директ. Мы подскажем, расскажем через Анатолия, нашего любимого блогера. Ты не зря взял с собой веники. Да, вот, кстати, с этого я надо было начинать. Что ж ты начался, наконец-то? Прошу. Туда? Туда. Почему? На матрасике. А тут я просто хочу показать, зачем нужен вот такой вот стол, к которому можно подойти с обоих сторон. А, вот. Почему я назвал эту баню своей просто вот любимой, которая мне больше всего понравилась? Ну, может, с матрасиком. Заодно посмотрим, как что тут сделано. Пять секунд. Да, да, да. Обращу внимание вот на тот светильник. Очень прикольно. Просто одна доска единственная. Сзади стоит светильник обычный. И в прорези светильник бьет вверх, вниз и через вот эти вот щели. Сейчас раннее утро. И пока свет тут не нужен. Возвращаю тебе инструмент. Какие прекрасные грязные ножки. Ну, это от веников, два дня в бане, два дня в вениках, в траве. Это, это, это все хорошо по краю. Кстати, пока вот у меня мысли не убежало далеко от темы, мы с вами едем от пола, который был закрытый матрасиком. Ну, вчера у нас, ну, и так загруженный день был, но я просто расскажу, как все происходило. Здесь лежало два человека. Две прекрасные девушки. Здесь прекрасно девушку вместилось. Здесь вот маленькая девочка у нас вместилась. Соответственно, работало здесь прямо три человека. Сейчас мы покажем, как это все происходило. И здесь мы еще парили дополнительно к тому человеку. Раз, два, три, четырех человек. То есть пять человек мы парили одновременно. Собственно говоря, чуть-чуть тесновато здесь было, но... Итак, скажем так, пропарочный столб. Это не то, что вы думаете. Я говорю вот про это деревянное сооружение. Уже в банных кругах это не новость. И как бы все успешно пользуют. И если вы, например, хотите доставлять своим гостям, это про коммерцию мы сейчас говорим, поставить пропарочный столб. Он двигающийся, может сделать не двигающийся, но он все двигается, который может переставлять разные стороны. И если вы хотите, чтобы работала в четыре руки, в шесть руки, в восемь руки, то стол, это самое то, что нужно добавить. Почему? Потому что здесь вообще шикарно. Мы подкидываем. Пухнули. С ножек работает как с этой стороны. Он настаивает вот так с этой стороны. И, соответственно, и с этой стороны. Тем более шикарные окна с обзором. У вас наблюдают. Вы можете себя показать. И показать все, что еще перед вами. И, соответственно, работа ленинг. Он неудобный. Несмотря на небольшие размеры. Все шикарно. Ничего не мешает. Еще сейчас я пора эту лавочку. По любимой попке. Удобно. Кстати, со всей стороны к ней подходить. Удобно. В общем, можно тут. Пожалуйста, два человека. Даже четыре человека могут работать одновременно. У нас кучишка. Все, хватит пять. И скамеечка. У нас есть присутствие в нашей команде. Парильщик небольшого. Русские лекарства. Даже, смотрите, влезла довольно широкая скамейка. На которую даже можно положить. Он ее подвигает. Он ее подвигает. Просто нам не хватит. А они вбежали в руки. Становится. И работает. Соответственно, он уходит. Мы ее отодвигаем в кукошку. Места вполне себе достаточно. И стол еще можно использовать совсем по-другому значению. Об этом мы расскажем в следующем выпуске. Который будет иметь косвенное отношение к вариму. А больше к спаду. Не то, что вы подумали. Да, да, да. Да давайте вопрос Анатолий, я еще отвечу. Что вам интересно. Кстати, можжевельник поставлен на клей. Клей это к Максиму Прометал Москва. Какой-то хороший клей, который довольно уверенно держит. Никаких ни скобок, ни гладей, ничего. Потому что от гладей, от кубок все трескается. Здесь, не знаю. Но я вчера пытался отломить, не смог. Надежно. Да. Палатный хват это уже произведение шаловливых рук творчества. Простое полотенце. Если, например, у вас ничего не сделано, можно делать на липучке обычно. Смотрите, как раз, раз и все. Элементарная вещь. Очень выручает. Пользуйтесь. Ну и стеклянная дверь можно подглядывать за девчонками. Шуканно. Оставим это так. Оль, твое мнение. По поводу чего? Пора захватать? По поводу всего. Подглядываем за девчонками. Подглядываем за девчонками, конечно. Вы любите это? Обязательно, конечно. За всеми сюда подглядываем. Слушай, ну, Толя, я уже сказала, что реально не просто так. Второй год приезжаем, да, в эту баню с этой печью. И, ну, плохое место, второй раз мы приезжаем. Да? Вот по поводу печи. Вы-то уже очень много печей перепробовали. Ты так вообще первый чемпион. Ты, наверное, самый олд среди всех чемпионов. Да, это точно. Печей ты видел, видимо-невидимо. Ты, наверное, их видел больше, чем я, женщин. Скажи, вот только по чесноку. Не проплачено. Тебе не заплатят за это. Вот, понятно, что это сейчас в топ-10 чугунных печей точно входит. А если бы вот все чугунные печи, которые ты видел, на каком бы ты месте бы расположил бы в своем топе эту печь? Толь, слушай, наверное, не все печи. Наверное, ты побольше даже меня печей видел. Не знаю, как насчет пробовать, не пробовать. Ну, во-первых, я скажу так, что по поводу, ну, например, по именно про вот эту печь в сетке, да, по поводу удобства, я бы ее поставил сразу, не обсуждаем на первое место. Работа именно банщика. Тем более, она у нас уже полгода стоит в бане в коммерческой Питере. Мы ее гоняем, поставили сразу после Атмосферы ПРО, которая дальше будет работать в другом плане. И сейчас я бы... Ну, как бы... Мы бы не будем... По-честному! По-честному. Ну, по-честному я хочу себе такую в печку. Если честно. Да, конечно, топ-1. Что тут говорить? Отдай, не проплачен уже. Нельзя нахваливать столько сильно. Вот пусть лучше Оля скажет. Ты тоже видела массу печей разных и в Питере, и не в Питере. Что скажешь по атмосфере? Только честно. Это просто хитрюга, а то у тебя глаза большие, честно. Слушайте. Ну, на самом деле, давайте начнем с того, что все печи хорошие. Если вы можете договориться с печью, то вы хороший мастер. Вот еще такой момент. Я, вот как пармастер, у меня очень мало стажей. Я всегда говорю, что я спармастер. Скоромняшка такая. Вот. И... У меня, кстати, в спар-центре стоит пендионисик. Да. Немножко там с моими языками. Вот. И с ней мы хорошо договариваемся. И она работает, и хорошо работает. Но она не чугунная. Меня вот больше чугунная интересует. Если бы я еще понимала в печах, ты мог бы меня спросить? Я там не вообще... Ты на ней работал. Тебе пара хватала? Мне не просто хватала пара. Я могу договориться с ней. Я... Хоть в этом себя, что я хороший пармастер. Хоть так вот могу дать человеку то, что ему надо. Вырубила телефон от жары, пока он охлаждался. Вот. Успели даже переодеться. И шапки надеть. И шапки надеть. Ну, что ж. Сергей поет про атмосферу, атмосферу. А я знаю только одну песню. Атмосферы, бронь! Солнечный огонь пробивал, но не пробил туман. Ну, что, посмотрим, будет туман от атмосферы. Или будет невидимый пар. Понеслось. Тест-драйв. Ну, что, вы посмотрели обзор на мою любимую баню, баню Феста. Ну, я считаю, самая эргономичная, самая удобная для парения. На фестивале, да и не на фестивале, я вам рекомендую компанию, которая это все делала. Ссылка снизу. Печка. Да вы ее уже все знаете. Ну, я тоже ссылку снизу на всякий случай оставлю. А то вы скажете, что такое атмосфера, мы не знаем. И, естественно, ссылка на канал первого чемпиона России, который раскатывает по всем баням, снимает обзоры в своем лофтовом таком софтовом стиле. Все там есть. Ну, а тебе остается только поставить лайк, если понравилось, дизлайк, если не понравилось, и сделать кнопку красной, если она серая, и наоборот. Но лучше, если она красная, сделать ее серой. С тобой был Толян.